Девушки отдыхают А я говорю, у нас сегодня будет урок про Африку Да мы же в прошлый раз говорили про тайгу Ну и что же? А ты думаешь, после тайги сразу Африка идёт? Ну чего? Про тайгу-то мы уже всё знаем Там ёлки растут, родственники шуни бегают Да, вон бурундучки Ну не только Зайцы ещё бегают Зимой белые, а летом серые И соболь в красивой шубке Вот сколько мы всего узнали А теперь пора про пустыню Про всяких львов, обезьян, крокодилов Добрый день Здравствуйте, профессор Ну расскажите нам скорее про крокодилов Подождите Про каких ещё крокодилов? Ничего не понимаю Да Веснушка думает, что у нас будет сегодня урок про Африку А, интересно, почему? Да потому что тайгу мы изучили, тундру тоже А осталась Африка, пустыня, обезьяны Начинайте скорее уже рассказывать Ну, друзья мои, до пустыни нам ещё очень и очень далеко А тогда про что будет наш сегодняшний урок? Про шишкин лес Профессор Мы же живём в шишкином лесу Да И всё про него знаем А я вот уверен, что не всё Вот вы, например, знаете, что шишкин лес смешанный Нет А с чем он смешан? Я понимаю, смешать с яблочной и апельсиновой соки Ага Но смешать лес? Смешанным лес называют потому, что там растут разные виды деревьев И хвойные, и лиственные породы, и кустарники, и травы А хвойные это ёлки, правильно? Да Ели, сосны А ещё в смешанном лесу растут клёны, липы и ясени О, я знаю клён и липу А я даже ясень знаю Вот видите, как здорово Попробуйте сами рассказать ребятам о смешанном лесе Да? Ну, а вы нам, если что, подсказывайте, ладно? Ну, конечно Чур я, я первая Вот дуб Дубы бывают маленькими А бывают вот такими огромными Ага Вот почти такой же огромный дуб растёт у нас около большой поляны Если дерево большое, значит оно старое Некоторым дубам больше пятисот лет Ах! Ух ты! А пятьсот это много? Даже не знаю Ну, этот большой дуб точно старше Матильды Леонардовны Намного старше, друзья А ещё в смешанном лесу есть подлесок Это что, зверь какой-то под лесом живёт? Хе-хе-хе Ага И роет норы под лесом Хе-хе-хе Как круто! Хе-хе-хе Нет-нет, подлесок это растения, которые растут под большими деревьями То есть под лесом Ведь какие же? Травы, что ли? Не только В основном это невысокие деревья и кустарники, то есть кусты О, кусты я знаю Например, орешник В конце лета и осенью на нём растут очень вкусные орехи Ой, а еноточь из орешника корзину сплёл А ещё корзинки можно плести из веток ивы Она тоже растёт в смешанных лесах, но любит воду И растёт у речек и озёр Я знаю-знаю, я летом забиралась на иву около Шишкиного пруда А ещё в смешанном лесу ягоды растут на разных кустах Это какие же ягоды на кустах в лесу растут? Как какие? А малина? А смородина? Они же не в лесу растут Они только у нас растут около забора Еноточь за ними летом ухаживает А вот тут, Шуня, ты не права Конечно, в садах ягод больше Но смородина и особенно малина бывают дикими Дикими? Кусаются они, что ли? Да нет, дикие, значит, растут в лесу, а не в саду или огороде А я ни разу не видела Ягодные кусты лучше всего искать на опушках или по берегам рек Там солнца больше, чем в чаще леса Вот будет ли это? Пойдём по опушкам искать дикую смородину, а? Хе-хе, я за А ещё я знаю ягоды, которые не на кустах, а под кустами растут Это знаете какие? Черника и брусника И земляника Правильно, это очень полезные лесные ягоды Они очень вкусные, а ещё помогают от разных болезней Ага, вот я как-то простудилась, а тётушка Матильда меня земляничным вареньем с чаем угостила Сразу лучше стало Друзья, а что ещё растёт в лесу? Что? А я знаю! Грибы растут! Вот мы этой осенью столько набрали, не пересчитать! Совершенно верно! Некоторые грибы даже назвали в честь деревьев, под которыми они растут Вспомните их! Под осиновик, под осиной Под берёзык, под берёзой Хе-хе-хе, точно! А ещё в Шишкином лесу растут грибы и лисички Хе-хе, рыжие, как я! И опята на пеньках растут В лесу растёт множество и грибов, и ягод, и съедобных растений Поэтому есть такая поговорка Рядом с лесом жить, голодному не быть Ну а сейчас пришло время заканчивать наш урок До новых встреч! До новых географических открытий!